В Далгопилс прибыли сапёры. Их снова вызвали на территорию бывшей арт-базы. Это не первый визит специалистов из 3-й роты 54-го инженерно-технического батальона Земасардзе, которые занимаются нейтрализацией невзорвавшихся снарядов. Впервые на этой земле опасная находка была обнаружена в конце августа. Тогда сапёры изъяли один снаряд. Во второй раз, примерно через неделю, было вывезено ещё четыре, а теперь одиннадцать. Это место не так давно облюбовали люди без определённого места жительства, которые ищут от металла для сдачи на металлолом. Правда, снаряды не принимают, но, покопавшись, здесь можно найти и другие металлические изделия, а, соответственно, получить за это деньги. Зная об этом, сотрудники муниципальной полиции регулярно проверяют территорию. На сей раз, приехав на место, они обнаружили лежащие на поверхности снаряды. После тщательной проверки предположения сапёров, к счастью, подтвердились, и снаряды оказались учебными. Кстати, несмотря на то, что находки предназначались для учебного процесса, весят они как настоящие – около 50 килограммов каждый. По словам ЗМС Саргов, одиннадцать снарядов – не предел для этого места. В советское прошлое здесь базировались военнослужащие, были склады с боеприпасами, которые, скорее всего, вывезли не все. А значит, вполне вероятно, что сапёрам в ближайшем будущем вновь придётся приехать из Резакна, чтобы ликвидировать новую партию снарядов с территории бывшей арт-базы.